Итак, давайте сравним в этой части тестирование модема Yota на PING. И, как видим, у меня уже тест прошел. Я хочу сказать, что походу те ребята, которые на сайтах везде делают эти снимки PING, это ребята сидят, реально жмут и ищут, когда будет максимальный PING. Давайте посмотрим пару раз, PING 33, ограничение по скорости 3.5 или 3.7, я уж не помню точно. Видим, скорость оправдывает, отдача там обычно до 50%, как видим, 1. По идее, вроде бы все зашибись. По идее, это хорошие показатели, вообще хорошие. Давайте посмотрим еще раз. Уже 41. Что-то улучшается, что-то ухудшается. Обновим страничку. ПОДПИШИС к сожалению на модеме статус вообще нельзя увидеть какая сеть скорее всего можно увидеть поэтому не удивляйтесь если у вас резко там пинг подпрыгнет пинг очень сильно зависит от того местоположения в городе в котором вы находитесь и удаленность также от точки это посмотри что пока аккумуляторы заряжались для фотика пинг в принципе нормализовался ну да ладно в принципе посмотрели средний пинг там 35 получается скорость в принципе нормальная еще можно один разок попробовать 35 пинг в принципе нормально так ну что теперь попробую подключить маршрутиризатор связаться с маршрутиризатором уже по сети и по вам также хочу обратить внимание тут на то что очень сильно греется модем в рабочем режиме но прям реально горячим а вот снизу вообще обжигает что я не уверен прям что он долго прослужит модем ну то есть не модем маршрутиризатор тоже очень сильно греется у меня даже вот три джишные модемы которые были они так сильно не грелись реально можно руку обжечь может конечно так и должно быть ну что включаем все это дело и ждем сейчас должна по идее определиться сеть так вот значок тут замигал аховато видать статуса еще не отобразились как видим на маршрутиризаторе так вот появился вай фай пошло подключение по локалке опрос адресов модем еще не обнаружен вот модем подключены уже модем подключила и сейчас вот вышел в интернет по идее сразу там значок домашней сети по идее сразу он должен работать все по-хорошему все так попробуем все измеряют пинг пинг увеличился на единичку но это не мудрено это нормально когда происходит связь именно по сети если по вай фай а по идее еще побольше мы сейчас все это посмотрим спору раз прогоним 36 миллисекунд 29 опять же игру тут зависимости от того как попадешь но пинг через сеть обычно должен немножко помедленнее быть но не факт миллисекунда все равно важно 36 там чаще было 34 35 так ну сейчас до тестируется мы отключим сеть отключаем это еще рано и уже протестим по вай-фай как видим никакого толком подключение здесь нет он сразу коннектится к нему как как будто компьютеры сдают по сети так сетевой шнур вот я отключил чисто маршрутиризатор с модем просто к сети подключены ну и продолжим так теперь мне надо его найти я буду уже подключен по вай-фай так вроде подключено все да подключено поехали 30 вот кстати статус от индикатора вай-фай горит вот здесь вот раньше рядом горел вам теперь вай-фай как видим скорость такая же вся разница заключается в пинге в чем еще плюс вот этого устройства то что вы можете как бы ну право допуска для себя сделать и тем самым радоваться этому то есть никто вам не подключится денежки ваши никто не будет кроме вас тратить а вот смотрите 115 пинг и также вы сможете как бы подключаться и компьютер подключить до к нему завязаться и вай-фай подключите при этом вы просто его где-нибудь там повесить в удобное место да считаю ну что тут просто вот устройство все ну и сетевой шнур можно где на улице повесить в коридоре взять с собой там солнечную батарею аккумулятор и радоваться жизнь еще раз посмотрим я тут тестировал у меня 200 чем-то пинг был я прям шоке был 270 потом 211 я думал все пинг 3g даже не 3g 2g потом смотрю опять 30 то есть в принципе это достаточно хороший пинг можно даже играть в игрушки я играл в игрушки в контру да и на пинге 200 неплохо так играл по статистике вот как начал играть с маленьким пингом у меня сейчас вай-фай до который вот глючит из-за погоды у него пинг там ну 57 но в контре в основном я играю там ну максимум там 30 ну не могу играть вообще не могу то есть я уж привык большому то есть с опережением стрелять получается ну как видим все прекрасно работает а ну давайте еще посмотрим по телефону за коннектимся кстати пинг 40 так ну чаще будет как по вай-фаю тоже потери будет небольшие но там не сильно большие по сети самые маленькие должны быть потери так он уже подключился так как скачать у меня вроде стоял стер не знаю чего все этим пингом меряются не знаю тут главное чтоб скорость была хорошая у меня на вай-фае правда побыстрее немножко было а спик тест кстати вот тут если посмотреть да вот по сравнению здесь вот связывается новосибирск мобильные телесистемы с мегафоном качает медленно вообще медленно ну конечно я сравниваю с вай-фаем это мегабайтами скорость закачивается кстати где-то там настройках я хотел показать что а вот в сетевых в сетевых в сетевых в сетевых в сетевых в сетевых сейчас по поводу того какая же тут скорость блин все-таки стоит 400 блин вообще бешеная а ну тут у него этот у нас так-то меньше скорость 48 мегабит вот это 4,8 мегабайта максимальный поток то есть 36 мегабит ну что-то там уже скачалось в интернете обычно 100 мегабайт это совершенно другие по скорости то есть народ думает что чем больше но как бы не предназначение мегабит и мегабайт это вообще разные вещи прям супер разные вещи так где это штука-то мерить давайте посмотрим что скажет телефон так в машину кинул и что интернет халявный дома пользуешься в машину вот такую представьте маршрутиризатор ну чего к 12 вольтам у него питание 12 вольт 2 ампера кинул машину до запароленной подключил все что хочешь телевизор там все через вай фай ноуты и радуешься жизни да иди ты давай проверяй так проверка пинга кстати вот этот телефон у меня тоже 4g для прикола сейчас еще сравним с вай фаем моим ну и соответственно с тем что я по 4g здесь получаем так вот 325 пинг 169 жесть вообще передачи 1.3 кстати передачи здесь побыстрее там был 117 здесь 1.22 проверить снова что пинг мне вообще не нравится пинг 31 сейчас получше хороший агрегат жалко в россии их не продают и они старенькие уже побыстрее чем на компьютере то есть вот сравнить 3.30 на компьютере 3.45 на отдаче там побольше и пинг здесь поменьше получается так ну чё давайте посмотрим сколько у нас мтс выжимает мтс ёту сделает или нет по 4g как видим вот значок 4g появился так сейчас подгрузится проверим проверим ну поехали мтс 4g смотрите какая скорость жесть жесть это у нас мтс в новосибирске так рубит отдача отдача что то какая то слабая ой 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 ну тут мтс честно говоря меня разочаровал давайте еще раз посмотрим пинг что то вообще большого ну пинг 62 ну отдача смотрите 6 6.5 давай больше давай может телефон там подергать 6.29 да и 6.35 ну чё отдача еще меньше что ли да вы чё смеетесь что ли ай ой 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 как нехорошо как нехорошо вот как можно фотографии или что то отправлять все квоту превысил вон смс пришла ну мы с вами посмотрели что даже мтс по характеристикам гораздо хуже чем йота в новосибирске как видим даже на второй попытке где йота показывает очень редко там за 100 в основном около 30-40 там у нас показалось 100 с чем то второй раз показалось 62 но тут скорость максимального приема достаточно высока но скорость отдачи то есть например документы если вы работаете там с фотографиями на мтс будет очень как-то жестковато это все сделать давайте посмотрим еще с вайфаем который у меня но он глючноватый поэтому я и приобрел как бы роутер данный ну хоть с чем то будем сравнивать то есть по крайней мере есть чем сравнить так ну тут как порно порнуха вот на рабочем столе как раз винду недавно переустановил как недавно пару часов назад компьютер обычный 7 и 4 балла по шкале windows 7 так ну давайте посмотрим как видим пинг у меня был уже 6 так где тут повторить то я знаю что между так сейчас заново все это дело откроем сразу говорю проблема у меня иногда отваливается он полностью поэтому с первого раза может не получиться как видим страничка подвисла вот нормально помнишь наш разговор описать что-то лэдовский монитор мигает жкшник кстати не мигал так ну давай о родил begin тест давай давай пинг 6 со скоростью runs это у меня там антенну вайфай сдувает помеха какая-то перед ней все пропала связь еще раз попробуем так вот как бы нереально вообще ни по работе мне документы отправлять ни с сайтом возиться стало сложновато даже по скайпу общаться просто писать даже не могу не тяжело не тяжело постоянно скайп отварит ну вот как видим 5 с чем-то было это нормальная скорость свыше пяти причем смотрите какой коннект вот-вот соединилась скорость тут ограничение конечно два с половиной в два раза вот вот такой вот у меня энет когда он стабильным даже чуть побыстрее в ночное время тут вообще скорость бешеная просто так что-то за фигня вылезло хоть и подвис капец то обновляет то не обновляет но я хочу тебе сказать ты только не обижайся ну опять пропала видим единичка о появилось ветерок видать на заду должно быть вот вот это вот максимальное там может чуть побольше там до 800 все как видим дергается теряется с одного до двух больше двух должно быть даже стрелка двигается быстрее гораздо при вай-файском подключении нежели 4G то есть 4G она как бы хорошая вещь да но еще в принципе не имеет той скорости чтобы заменить обычный интернет который все привыкли пользоваться у себя дома но в принципе она ближется к тому и но в последнее время я смотрел что йоту перекупила мегафон а это значит что в будущем ее либо ждет как бы разорение либо либо они опять придумывают и начнется какая-нибудь тарифная сетка кривая кстати мегафон любит менять тарифы не предупреждая людей так что будьте осторожны ну все последний разок последний разок он спит а нет ну давай дерни еще вот вот давай давай фильмы смотреть невозможно ребенка ничего не включишь ну все конечно понятно вернемся к спуту ему так ну что я хочу сказать напоследок считаю что с пингом 30 до 100 можно вполне даже свободно играть в какие-нибудь онлайн игры если кому интересно именно про игры в принципе я его для этого беру в основном для работы для вот тех же танков которые сейчас рекламу вы видите также беру для контры для left for dead для того чтобы заливать на сайт информацию то есть на youtube ролики заливать опять же для ребенка смотреть ролики для телевизора смотреть тв программы потому что у нас йота якобы пишут что она без ограничений по траву то есть мне это и нужно но что будет дальше так как я перекупил мегафон то есть тут остается только всем гадать то есть достаточно скорость нормальная в принципе цена приемлемая я считаю ну те кто живут конечно в панельных домах где телефон проведен конечно оптоволокно выиграет эту йоту много раз но для тех у кого нет выбора или ездит приходится по городу для работы нужно то есть или для организации выхода в интернет через точку доступа то есть это я считаю будет дешевым аналогом даже лучшим аналогом бюджетным аналогом даже коммерческого и некоммерческого использования для тех же частных домов то есть в принципе я считаю займет свою нишу и один из них буду я как покупатель ну согласитесь очень удобный девайс вешаешь и забываешь крепеж все есть главное чтоб подключить правильно самое основное начинаем с того что модем активируем то есть вынимаем модем подключаем к компьютеру потом уже когда модем активирован выбрали уже скорость уже все это дело производим настройки именно маршрутиризатора как вам удобно то есть паролите его ну после чего уже пользуйтесь просто пользуйтесь и все так же вот я не знаю как через маршрутиризатор переходить на другие тарифы и понижать скорость но это я посмотрю наверное а дальше уже будет видно по времени сколько он прослужит ну сразу говорю что я буду его ставить в прохладное место то есть если у вас жарко выбирайте самое прохладное место я гарантирую вам что прослужит гораздо дольше ниже где-то на открытом солнечном месте блин потому что греется это все дело очень сильно прошло вот какое-то время да вот с этой стороны прям вот с этого края холодно можно сказать вот здесь горячо сам модем вообще кипяток реально я прям в шоке ну если кому-то надо подогреть чай можно конечно вот так вот сделать в кружку окунуть модем у вас там будет лейблочка такая красивая да и чай всегда горячий на этом спешу откланяться подписывайтесь на канал еще что-нибудь интересное может разберем не забивайте сильно голову читайте инструкцию что сервис рулит ну я не люблю сервисом пользоваться на этом спешу откланяться всем спасибо пока